Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games и я немного заболел. Я решил, короче, ну его нахуй, пойду лечиться, потому что болеть... болеть вообще нельзя, болеть, короче, неприятно. Если я буду долго болеть, я, скорее всего, запущу канал, скорее всего, буду медленно снимать и, скорее всего, просто... просто слягу, просто с дикой головной болью, с дикими соплями. Вот, как-то так. Поэтому это никому нехорошо, поэтому я пошел в больницу и, в общем, решил записать об этом видео, как я пошел в больницу, поэтому наше сегодняшнее видео называется «Морган в больнице». Да, именно Морган, а не какой-то хуй по имени Джастин in Hospital. Я не знаю вообще, кто это такой. Я просил врачей правильно своим корявым почерком написать мое имя, но они дали мне имя Джастин, хуй бы с ним. Я не знаю, почему они так решили. Короче, вот это я. Давайте начинать. Я когда пришел, короче, там сидела такая тетя-медсестра, она говорит тебе «Да хуя всего надо сделать, чувак, ты к нам когда последний раз приходил?» Я пришел, и я такой сел в кресло. У меня с левого глаза текла слеза, ну потому что глаза слезятся при простуде. Когда ты болеешь, естественно, не у тебя слезятся. А, под... А, это правый глаз. Правого глаза, да, текла слеза. А под левым глазом у меня был большой фингал. Почему фингал? Это не потому что, когда я болею, он там появляется. Нет, нихуя подобного. Просто, когда я пришел в регистратуру, мне уже сразу на меня посмотрели и сказали, что типа «Ты чё?» «Сразу по тебе видно, не надо идти к врачу. Ты должен просто, вот просто, постельный режим, больше чая, никаких съемок на канале». И я говорю такой «Баба, ты чё охуела?» И сразу втащил ей с кулака в еблед. В итоге прилетела и мне тоже по ебальнику. Вот, она сдачи дала. У меня теперь из-за этого фингал под левым глазом. Но, я пришел к врачу, врач говорит, хули у тебя случилось? Я говорю, да так, подрался в регистратуре, не поверила. Говорит, давай будем тебя обследовать. Ну давай, в рот бы она ебалась. Чё мне надо делать? А, еще у меня, если вы заметили, вот этот вот шрам. Это тоже, у бабки были очень острые когти. Она ручку, которая писала, поломала на две части, понял, короче, и вогнала мне сюда. Поэтому я еще с них возьму за моральный ущерб. И потрачу потом это все на свой канал. Давайте, так, я пришел, а врач такая говорит, хули ты пришел? Ты их сначала покажи, у тебя хоть справка какая-нибудь есть? Не знаю, направление с регистратуры. Там должны, в принципе, в регистратуре выписывать тебе ебаное направление. А я ей говорю, какое направление, мать? Направление мне оставили вот у меня в руке. А она такая, о, узнаю эту ручку. Этой ручкой обычно пишет Марья Ивановна, которая там самая боевая баба. Я говорю, конечно, боевая. Хули бы нет, вон у меня фингал какой от этой боевой бабищи оставлен. Ну, короче, не важно. Говорит, давай вытрем тебе фингал. И давай мне его тереть, короче. Вытри слезы, чувак. Не надо плакать, ты же боец. Я говорю, я не плачу. Я вообще, пацаны вообще не плачут никогда. Но когда они болеют, сука, у них течет отовсюду. Даже и вот с глаза. Так, а это надо, наверное, вытереть, мне говорит врач. Это твою рану, которую Марья Ивановна оставила. Но я же не могу вытереть, пока мы не удалим тебе вот эту хуйню, которая у тебя там застряла. Давай такая лазить по кабинету и сказать, чем бы удалять эту херню. Вот есть у меня такая вот залупа. Пинцет. Оп. Аааа, нет, я не плакал. Это просто, это, 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 типа, знаешь, как оно. Оно бывает так рефлекторно. Все, мы выдернули сразу у меня, смотри. Сразу, вот видишь, сразу насморк пропал. Стоило вытянуть ручку и сразу пропал насморк. У меня не течет больше ни с носа, ни с глаза. Все охуенно. Она говорит, давай мы послушаем тебя. Но на рубашку ты что, я говорю, ты что, ебнутая дура? На рубашку одевать датчики ЭКГ? Ты сначала сними эту рубаху, а потом одевай. Но она такая, говорит, бля, я пытаюсь ее снять, но почему-то я не знаю, куда нажимать. И я вообще хуй простыш. ЭКГ верификейшн. А я уже, оказывается, эта ебнутая медсестра уже сделала мне ЭКГ. Только я почему-то это даже не почувствовал. Ну и ладно, видимо, она, наверное, это уровень, уровень работы врача, когда она тебе делает кардиограмму, а ты даже нихуя не чувствуешь. Говорит, давай вытрем платком, в который я недавно сморкалась. Это твой гной, который у тебя остался после этой ручки. Ну давай, говорю, вытирай. Она вытирает, трет, трет, а оно нихера не вытирается, видишь? А, не, она кровях у меня уже вытерла, смотри. И дальше она говорит, давай мы тебе нанесем повязку на твою рану, заклеим пластырем. Я говорю, рот себе пластырем заклей. И опять, видишь, рефлекторно слезы-то полились. Ну что, ну, неприятно, знаешь. О, сейчас заебись. Я говорю, кто фингал-то мне удалять будет? Давай как-нибудь решим проблему с моим подбитым глазом. Или я сейчас пойду в регистратуру и еще второй поставлю возле второго глаза Марьи Ванны. Я же один тоже подбил, в долгу не остался. Так, а она говорит, не, подожди, чувак, у тебя еще надо использовать перфузион какой-то. Где перфузион? Это что такое? Капельницу ставить? Я говорю, блядь, я пришел сюда с простудой. Я просто хочу, чтобы ты выписала мне ебучее лекарство, а не ставила какую-то непонятную перфузион, какую-то капельницу или что это? Это он и был. Это был перфузион, охуенно. Все, а теперь, говорит, шприц, теперь надо тебя уколоть. Я говорю, блядь, в голову себе уколи. Я пришел с простудой, зачем мне колоть какую-то прививку? Ты что? Я отказываюсь ее делать. А она говорит, не, нихуя, тогда давай хотя бы таблетос прими. Я говорю, ну, таблетки я люблю, таблетки это хорошо, я всегда рза. Давай, говорит, открывай рот. Оп, я поймал так в воздухе таблетос. Я вообще, я умею в воздухе их ловить. Это уровень уже, я знаю, я с 10 лет их ловлю. Колеса-то эти. Вот. И она такая мне, хопа, хуяк, засыпала в рот таблетки. И тут я чувствую, что у меня начинает голова-то кружиться. Глаза-то закрываться. Я хочу зевать. И в это время она такая мне, хуяк. И, ай, блядь, говорю, ты че делаешь-то? Она говорит, надо так. Я взяла у тебя анализ крови. И это так положено. Я говорю, блядь, терапевт должна направлять на этот сраный анализ, а не брать его сама. А она говорит, а я два в одном, нихуя себе, говорю, кому я попал. Дальше, говорит, надо ж тебе глаз-то твой. Ты расхуярил себе глаз. Давай его, давай, говорит, его с пинцетом вытяну, и нет проблем. Я говорю, не, ты че? Какой нахуй пинцет? Ты мне найди, чем его удалить. Может, замажь чем-нибудь. У тебя есть там всякие эти мазики? Ну, это мне, ну, заклеило рот, типа, чтобы я не пиздил, поняли, типа? Ну, что, если я буду много говорить, она будет, ну, буду отвлекать, говорит, от работы, буду ее отвлекать. Если я буду слишком много пиздеть, она не будет знать, что это надо делать. О, говорит, давай я в глаз тебе платок, а я говорю, иди нахуй, какой ты платок-то? Ты дайди, чем, замажь мне эту хуйню эту, и все, и я пошел. Какой, говорит, пошел, у тебя куча трубок, как ты уйдешь, если у тебя трубки везде? Он в твоем брюхе, в твоих грудоках, в локтевом суставе, еще и хуйню мне на морду надела. Говорю, как ты, куда ты пойдешь? Я должна мерки все, показатели на датчике все посмотреть, потом только тебя отпускать. Я говорю, иди ты в жопу. Ну, короче, она мне вот этот, сука, я не знаю, что делать. Эта фигня должна ложиться, говорит, на глаз, но я, о, смотри, пару раз, короче, побудила по глазу, и все, у меня пропало. Это, это, use injection. В смысле, я же уже сделал. Говорит, надо еще, а я говорю, иди ты в жопу. А она говорит, это нужно, чтобы ты вот точно после этого укола восстановился, чтобы ты мог снимать видосы на канал, чтобы ты вернулся, чтобы у тебя голос не был такой уебищный, как сейчас. Поэтому надо. И я такой, сижу в кресле, во мне торчит куча трубок, я засыпаю от этих сраных таблеток, чувствую еще боль в глазу, когда мне Марья Ивановна вхуярила кулаком, и говорю, ну и вовсе в пизду. Кали, стерва, ради своих зрителей, ради своих подписчиков, я готов пойти найти уколы антибиотиков, чтобы скорее выздороветь, чтобы больше не болеть, и снимать дальше видосы, прохождение. У нас куча игр впереди, куча планов. На хуй мне болеть, кали. Ааа, супер, ааа, ха-ха-ха-ха-ха. Все, вот так вот, я такой бодрячком встал и пошел снимать видосики. Поэтому, ребята, давайте все быстро мне желаем, дравлять скорее, вот, чтобы я нихуище больше не болел, чтобы все у нас было заебись. Такое было коротенькое видео, потому что не мог, не мог я вас оставить совсем без себя, поэтому вот такой мини-сюрприз, ааа, я предупредил, что я болею в группе ВКонтакте. Кто не вступил, те вступайте, ссылка в описании. Там я всегда предупреждаю, если какие-то у меня эксцессы, какие-то непредвиденные обстоятельства, вы там все это будете узнавать, будете ознакомлены. Ааа, я смотрю, тут у меня за мной еще симпатичные пациентки к этой медсестре пришли. Она будет с ними такую же хуйню проделывать, как и со мной, но... Ладно, пойдем, надеюсь, осмотреть эти... Эти пациентки тоже через мариванну прошли, видишь, как мариванна им залепила-то, нормально втащила. Я бы, я бы реально, таких бы этих, таких бы, как их там называют, регистратор ж бы в больницу вообще не нанимал. Ну как так? Ну, они же пациентам-то проблем добавляют. А если потом к хирургу, а хотя, может, у них, знаешь, может, у них схвачено наоборот, типа, они поломали пациентам руки-ноги, у хирурга больше работы, больше жалования. Это у них там система, а не все это. Поэтому, короче, в больницы лучше не ходить. А для этого лучше не болеть. Оставайтесь с нами, с вами был Морган, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, желайте мне здоровья, чтобы я скорее вернулся с основными видосами на канал. Всем удачи, всем до новых встреч, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok